МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Катерина Градницкая. Вітаю вас из сегодня в выпуску «Глядзите». Аналога у него было в Беларуси. На день на роджение Могилёва убачить неизвычайный фейерверк. Руф полностью обмяжують. Усу вези с рамонтом перекрыть мост по проспекту Миру прозраку Дубровенко. План управлений с летошним сниженый. Як проходит уступная кампания во установе профессийно-технично-эдукации. У юбилейный 750-й день на роджение Могилёва и у день его вызволения от немецко-фашистских захопников по традиции узнагородили лепших людей Могилёва. Специальную прэмию Гарбы Канкама досягнение отримали 17 человек с разных сфер деянности. Кожный из их принял славу и повагу не только Могилёву, а лею всей Беларуси. У юбилейный для Могилёва день на роджение свой особливый юбилей и у специальной прэмии Гарбы Канкама досягнение. У 15-й раз урочисты выказывают повагу людям, какие отданы о своей справе, а профессия для их стала сенсом життя. Мы процентов на 70 в сравнении с прошлым годом увеличили объёмы производства, завоевали новые рынки, рынки Восточной Европы, рынки Ближнего Востока. Наверное, и поэтому добавилась зарплата у людей. Высокие показатели у нас. Последние два года мы провели большую работу по энергосбережению, снизили потребление электроэнергии порядка 2 миллионов киловатт-часов. Ну и много сделали для нашего любимого города. Это и новая иллюминация, это и новые рекламные вывески. Я являюсь руководителем заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Кужалёк». И на протяжении 25 лет я работаю с детками. За 25 лет у нас очень много дипломов различного уровня. За 15 годов премии «Досягнение» ее лауреатами стали 228 могилевчан. Многие – неодноразово. Я думаю, что все жители города Могилёва по достоинству оценят решение уроков с полкома, потому что здесь равнодушных людей нет. Люди дела, люди творческие, которые действительно историю города Могилёва за 16-й год внесли свою какую-то изюминку. Як прогучала по часу рачистой церемонии, сегодня Могилёв динамично развивается. Глядится масштабная работа по его добропорадковании. Напереде шмат цікавых проектов. И это дякую же таким людям, як лауреаты премии «Досягнение». Саправдным подарунком для их стал концерт Петра Елфимова, Ларисы Долиной, Сусо Павліашвили, Стаса Кастюшкина. Татьяна Сергеевич, Денис Бутылин. Новинир Геона. Перетехническое шоу, аналога у якого не бачила Беларусь. Так оценивают организаторы свята подарунок, які зробила Китайская Народная Республика нашому городу до дня народжения. На протягу полгодины Могилючаней гости города убачать незвычайный видовищный фейерверк. Флаги, сердечки, птушки, водоспады, надписы. Это только частка символов, которые размалюют небо над Могилёвым подчас самого масштабного фейерверка краины. По словах специалистов, які будут организовывать фейерверк, шоу будет сопроводжаться музычными композициями и подделяться на некой часток. Первая будет просвечена Беларуси, другая – поднябёсной. Пляцовкой запуску фейерверку вызначена набережная Днепра каля парку аттракциону. Причим, пусковая пляцовка растягнется на 300 метров, а выстрелы будуть ладить таким чыном, што бачных будя у розных худках областного центра. Справа у тым, што стрелы будуть розноузровневые, а самое моцное – досягнуть вышине навод у 150-200 метров. Початок святочных фейерверка запланованы у 24-й годины 1-го лепеня. Звертаем вашу увагу, што для бяспеки выставить пасты очаплення. Буде перекрытый мост имя Яшина-Празднепр, парк аттракциону и прилегающую территорию каля палаца в области. Уважливо ставьтеся до своей бяспеки и бяспеки інших. Могилевская область напереды дни 9-го Международного инвестиционного форума «Млин поспеху». Нагадаем, ян пройдя у Бабруйску с 30-го червеня по 1-е лепеня. Каля 400 человек зарегистравалися для удела у форуме. Селит нем «Млин поспеху» у Бабруйску праймя потенциальных инвесторов як близкого, так и дальнего замежа. Дапрыкладу, з Великобритании, Танзании, Польша, Азербайджан и Грузии. Пленарное посаджение пройдя 30-го червеня у областным театры драмы и комедии имя Дунина Мартинкевича. Падчас ягу плануються подписать 10 договоров протоколу об намерах и погадненню. У приватности будет заключен инвестиционный договор на будовничество в Могилеве объекта громадского харчевания системы автораздачи. По проекте он разместится в районе перекрыжевания проспекта Пушкинского и в улице Островского. Бабруйск является культурной столицей Беларуси, тому акцент Селюта сделали не только на промысловый сектор, но и на презентацию туристичного и культурного потенциалу Могилевской области. Для этого запрошены 4 десятки представников туристичных фирм и других зацекавленных из Беларуси, России и Польши. 4220 наученцев планируется набрать Селюта во установы профессийной технической адукации Могилевшины. План у Парауна не злеточним на 5% сниженый, что отповедает потребам региона. Зато и в першине у Селета набирают слесару по ремонте сельгазтехники у Клишевским аграрно-техническим колледжи. А вот в Могилевске лицеи номер 5 и 9 будут объединены. Подробно про то, как проходит уступная кампания, расскажет Олеся Рыбалка. Улад подает документы на аутокрановщика у 9 лицей Могилева. Подлеток уже 13-й претендент на эту квалификацию. Сябардянис наступный. А брали такую профессию хлопцы не выпадкова. Строительная профессия только здесь. 5 лицей закрывают, остался только этот. У меня дедушка автокрановщик, я решил тоже поступать к дедушке, пойти на эту профессию учиться 3 года. Автокрановщик – это самоходный кран, который передвигается на разные объекты. К примеру, ЖД на Казимировку. Доезжаю, там поднимаю что-нибудь, буду поднимать и все. А почему тебе это интересно? Ну, как бы, дед Влада заинтересовал меня, но хотел попробовать. Ну, это и права на грузовую, на легковую. План по набору у лицеи – 127 человек. Плюс 100 абитуриентов придут с 5 лицея. Установы однолького профилю объеднуют. С нового научного года будет працовать только 9-й. Але повеличены по колькости и наученцев, и педагогов. Як и ранее, вывучиться тут можно будет по любой из 17 будовнейших квалификациях. Набор ожицевляется по конкурсе среднего баллада стата. Во всех научных установах, проектах эдукации, а их в области 29, будучих абитуриентов, приемные комиссии чекают с 9 до 18 годин. Зразумела, с пакетом документов. Прием заяв у лицеи колледжи будет ожицеуляться до 20-го жнивня. Залик – до 25-го. Олесь рыбалка Денис Бутылин, Новины Региона. 22-й фестиваль духовной музыки «Магутный Боже» стал одним из самых масштабных. Такой отзнаку далі и организаторы, и члены журы конкурсных хоровых коллективов. Традиционно фестиваль примал около 12 коллективов, а Сюлита своей программы привезли 22. Гран-при конкурсу фестивалю духовной музыки «Магутный Боже» отримал дитячий коллектив «Перазвони» сам в Петербургу. Серок лауреатов коллектив из Беларуси, России. Одразу дві у знагороды отримал хор «Лангас» из Литвы, який на фестиваль приехал у Першиню. Публика очень тёплая, и все очень заинтересованы, и очень хороший этот фестиваль, и этот конкурс, и вся атмосфера очень дружественная, интересная и вдохновляющая. Безусловно, растёт уровень коллективов. Очень порадовали в этом году нас детские коллективы. Я очень рада, что духовную музыку, которую петь, далеко не просто поют дети, и поют просто потрясающе. Впервые к нам приехал коллектив из Сербии, который просто поразил нас своей искренностью и умением петь свою национальную музыку. Свято колокольного звона у Могилёве объеднало звонароуш мотликих епархий Беларуси. Вельми символично, что ладится импреза перед домом арцебискупа, асветника, философа Йоргия Канискага. У каждого, кто учится в школе звонарей, наверное, приходит время, когда он готов принять это, как дар Божий, как благословение Божие. Фестиваль протягивается до другого липеня. На открытых пляцовках ладятся музычные, духовные асветницкие программы и концерты хоровых коллективов. А у вечера 30-го червеня у катедральном костюле небоузяти Святой Девы Марии загучить арханная музыка у выполнения Иоганаса Геферта. Алена Славьева, Дианис Бутылин, Новины Региона. Проезд для транспорта будет закрыт. 30-го червеня упереет с 001 до 6-й ранец в связи с ремонтными работами на мосте по проспекте Миру в районе гостиницы Могилёв рух для всех видов транспорта будет закрыт. Обмежевания будут действовать на участку от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевская. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитвуюся. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!